Ангельсблат, Германия Инвестиции растут Почему немецкая экономика тратит все больше денег в России? Мэтиас Брюгман Ангельсблат, Германия 23 апреля 2019 года Список проблем, с которыми сталкивается экономика России, весьма велик. Все новые и новые угрозы санкций со стороны США, сокращение реальных доходов населения, снижение курса рубля, слишком слабый рост экономики, согласно прогнозу МВФ всего на 1,6%. В экономическом плане Россия, несмотря на довольно высокие цены на нефть, переживает трудные времена. Тем не менее немецкие компании инвестируют в России все больше средств. По данным Федерального банка, прямые инвестиции в 2018 году выросли на 14% почти до 3,3 миллиарда евро, и их рост оказался самым интенсивным после мирового финансового кризиса 2008-2009 года. Лишь в 2007 году немецкие предприятия вложили на пространстве от Калининграда до Камчатки свыше 7,4 миллиарда евро. Однако тогда в эту сумму вошли инвестиции особого рода. Концерн Юнипер, Юнипер, вложил в одну из российских энергетических компаний 4,6 миллиарда евро. Растут не только инвестиции, но и торговля между Германией и Россией, объем которой увеличился в 2018 году на 8,4% до 61,9 миллиарда евро. Импорт из России вырос в годовом исчислении на 14,7%, достигнув порядка 36 миллиардов евро. Рост экспорта в Россию прибавил, по данным Федеральной службы статистики, 0,6% и составил 25,9 миллиарда евро. При этом значительно увеличилось количество работающих на территории России немецких компаний. В конце прошлого года эта цифра составила 44 861. Первой причиной склонности немецкой экономики к инвестициям в Россию является настойчивость последней. Глава концерна Daimler, Daimler, Dieter Zetsche, Dieter Zetsche, в присутствии российского президента Владимира Путина и министра экономики Германии Петера Альтмайера, Петер Альтмайер, открыл новейший завод Mercedes, Mercedes, стоимость которого составила около 250 миллионов евро. Завод Mercedes-Benz Московия, Mercedes-Benz Мощавия, становится очередным элементом нашей стратегии по производству там, где находятся наши клиенты, обосновал Zetsche этот шаг. При этом он умолчал о том, что на прошлой неделе сказал глава концерна Volkswagen, Volkswagen, Herbert Diess, Herbert Diess, после личного разговора с Путиным, тот, кто в России хочет продавать что-то государству, должен сам вкладываться в эту страну. Ключевое слово при этом – импортозамещение. Как признался Diess, на встрече с Путиным он хотел обсудить тему налоговых льгот за обширную локализацию производства автомобилей VW в России. У его концерна есть заводы в Калуге и Нижнем Новгороде, а инвестиции с 2014 года превысили полмиллиарда евро. Кроме гигантов Daimler, VW или Wintershall, Wintershall, дочки Basf, и Uniper, которые вложили по 950 миллионов евро в газпромовский проект «Северный поток-2». На российском рынке, по данным внешнеторговой палаты, активно работает немецкий средний бизнес. Издержки на оплату труда сопоставимы с Китаем наряду с требованиями российских властей по локализации производства, есть и вторая причина, по которой немецкие компании стремятся на восток. Шеп указал на то, что российский рубль за последние годы потерял около половины своей стоимости, что представляет особый интерес для компаний, имеющих собственное производство в России и экспортирующих свою продукцию на другие рынки за более твердые валюты, но закупающих материалы на местах за более дешевый рубль. По словам Шипа, издержки на оплату труда в России уже сопоставимы с издержками в Китае, по крайней мере, в текстильной промышленности. Volkswagen также отправляет на экспорт каждый четвертый автомобиль, произведенный в России. Слабый рубль делает новые инвестиции в Россию весьма привлекательными, подчеркнул эксперт. Третья причина. Население России составляет 140 миллионов человек, что представляет собой значительный потенциал с точки зрения рынка сбыта, добавил глава внешнеторговой палаты. Четвертая причина носила временный характер, но также сыграла свою роль в плане готовности немецких компаний к инвестициям в России. В прошлом году они получили большие заказы в рамках подготовки чемпионата мира по футболу. Это касалось нишевых производителей, представляющих средний бизнес. Например, компания Вилла, Уилла, производит насосы, которые были нужны для создания дренажных систем на стадионах. Теперь у Вилла также есть собственный завод в России. А технологический гигант Сименс, Сименс, в свою очередь, сотрудничает с Российской национальной железнодорожной компанией в рамках строительства суперскоростной железной дороги. По поводу высказывания председателя Восточного комитета немецкой экономики Вальфганга Бюхеле, Вальфганг Бучеле, о том, что над Россией висит дамоклов меч американских санкций, Шеп уверенно сказал, Именно компании, хорошо знающие Россию, не позволяют так легко запугать их санкциями и политическими проблемами. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.